Здравствуйте! В эфире программа IT-трансформации. Ее ведущая Мария Орловская, Василий Богданов. Да, здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях Кирилл Олифанов, директор по бизнес-процессам IT компании «Эон Россия». Привет, Кирилл. Здравствуйте, коллеги. Рад приветствовать вас. О чем сегодня будем говорить? Сегодня мы хотим поговорить о том, как IT меняет бизнес энергетических компаний, какова в этом процессе роль IT-директора. Наверное, Кирилл, расскажите нашим телезрителям о том, чем занимается ваша компания. Чтобы понимать потом из этого, чем занимается IT. Хорошо. Компания «Эон Россия» — это, можно сказать, наследник ОГК-4. ОГК — это объединенная генерирующая компания, которая объединяет в себе 5 ГРЭС по всей территории России, начиная от Красноярска и заканчивая Подмосковьем. Соответственно, в наших владениях также есть сургутская ГРЭС, которая является крупнейшей во всей Европе. Совокупная генерируемая мощность — порядка 10 гигаватт всех наших объектов. Это много? Это много. Это сколько можно питать? Кого? Порядка 60% всей мощности Российской Федерации. 6-10? 6-10%. Да, это много. Да. А ГРЭС — это что такое? Вот я знаю, ГЭС — это гидроэлектростанция. АЭС — атомная. ГРЭС — это историческое наследие, когда это называлось государственная районная электростанция. Сейчас называется ГРЭС. А работают они на твердом или жидком, или газообразном топливе? Или-или. Соответственно, у нас есть станции, которые работают на угле, есть станции, которые работают на газовых мощностях, и все это вместе работает. Теперь понятно. Кирилл, я знаю, что недавно вы поменяли позицию, и в названии вашей должности появилось новое слово «бизнес-процессы». Бизнес-процессы, да. Раньше ваша позиция называлась «директор по IT», сейчас «директор по бизнес-процессам и IT». Вот как, что изменилось в вашей деятельности и в ваших обязанностях в связи с этим новым словом? Спасибо за вопрос. Соответственно, на мой взгляд, согласно мировым изменениям, да, роли CIO, когда бизнесу, в принципе, не очень интересно, что там-то железяки из сервера крутятся у айтишников в их серверных комнатах, а гораздо более интересно польза и экономический эффект, который может предоставить им айти. В нашей компании топ-менеджмент тоже задумывался о том, что необходимо быть более эффективными и необходимо что-то для этого делать. Соответственно, единой точки управления бизнес-процессами в компании не было. Я сейчас говорю про непосредственно «Эон Россия», да, российский филиал, который немножечко отделен от нашего немецкого концерна. Кто является точкой пересечения всех бизнес-процессов в компании? Есть разные версии по этому поводу. В нашей компании в рамках создания айти-стратегии одной из инициатив было предложение бизнесу назначить ответственным за бизнес-процессы компании блок информационных технологий. Соответственно, поэтому произошли изменения как в моем функционале, так и в названии должности. И теперь у нас начинается достаточно серьезная работа по анализу, прежде всего, предложениям и дальнейшему изменению бизнес-процессов компании. Кирилл, а тогда в чем состоят основные бизнес-процессы? Как я себе это понимаю, это бизнес-процесс по кручению турбин, выпуску электричества? В чем там состоят основные? Бизнес-процесс – это совокупность каких-то действий, результатом которых является продукт или услуга. Соответственно, если выделить бизнес-процессы самого верхнего уровня, то они могут делиться на добычу, или в нашем случае закупка какого-то топлива, на производственные какие-то операции, на выработку электроэнергии и на сбыт. Вот это три верхнего уровнях процесса. Ну и вот ваша финальная цель управления бизнес-процессами – это что? Снижение издержек себестоимости, повышение управляемости или что? Как всегда, цель работы любого сервисного подразделения – сделать работу компании более эффективной, что должно быть выражено либо в финансовом результате, либо в финансовом результате. Потому что снижение численности, повышение эффективности работы компании – это прежде всего деньги. Тогда давайте попробуем разобраться, а на что может вообще повлиять IT в энергетической компании? На закупочные цены на топливо? Ну, вряд ли. На стоимость персонала? Ну, тоже вряд ли. На капитальные затраты по строительству электростанции или ее эксплуатации? Ну, вот тут уже может быть что-то там, да? Наверное, на управление сбытом может быть. Вот как здесь? Здесь я бы разделил информационные технологии энергетической компании на две части. Первая – это вспомогательные, это стандартная функциональная ERP-система, которая позволяет руководству анализировать оцифрованную деятельность компании и принимать на основе этого решения, куда мы идем. По финансовым показателям. По финансовым показателям, совершенно верно. Вторая часть, она связана с производственными процессами. Это АСУТП, управление технологическими процессами, это связка с системным оператором, потому что мы являемся частью энергетики России в целом и, собственно, мы работаем с системным оператором. Вот в этих моментах производственных IT может приносить какую пользу? Ну, прежде всего, если мы нарушаем соглашение с системным оператором о предоставлении данных, мы платим серьезные штрафы. Поэтому IT может сделать так, чтобы системы работали бесперебойно, и мы не платили штрафы, первое. Второе. Если говорить о сбытии электроэнергии, это постоянная работа на рынке электроэнергии. А цены колеблются, да, в зависимости от времени суток, времени года, какой-то ситуации с потреблением, да? Есть так называемый рынок на сутки вперед, где один из элементов рынка покупки и продажи электроэнергии, объемов, это рынок на сутки вперед. Есть целая команда, это так называемая голубая кость, голубая кровь, которая занимается работой на бирже электроэнергии. И в зависимости от того, насколько эффективно они работают, насколько эффективны инструменты, на основе которых они принимают решение, по какой цене, какие объемы продавать или покупать, компания или получает достаточно серьезную... Чуть больше прибыли, или чуть меньше. Да, или чуть меньше, да. Слушайте, а это же должна быть мощнейшая аналитическая система какая-то, да, которая позволяет им предсказать какие-то события, там, да, предугадать и выступить с какой-то ценой, там, да? Совершенно верно. Это очень мощная аналитическая система, но прежде всего базой этой аналитической системы являются люди. И в каждой энергетической компании есть свои процессы, на основе которых аналитики выстраивают свою работу. Именно поэтому вот в данной сфере очень тяжело выделить какого-то лидера по внедрению таких продуктов. Потому что для того, чтобы лидер продукты мог внедрить и автоматизировать деятельность, ему нужно узнать технологию, по которой мы торгуем на этом рынке. Естественно, технологию никто не хочет делиться. А вы сейчас имеете в виду какого-то внешнего производителя, да, программа? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Поэтому в основном это пишется либо собственными силами, либо силами какой-то внутренней компании, чтобы не уходило далеко. А вот возвращаясь к роли IT и к роли IT-директора, вот этот новый круг должностных обязанностей привел ли он к тому, что вы стали не только сервисным подразделением, реализующим, ну, обеспечивающим какие-то потребности компании, но и теперь вы участвуете в формулировании того, что нужно автоматизировать? Да, совершенно верно. В качестве результата нашей деятельности, работы бизнес-процессов, да, фактически является некая постановка технического задания на реализацию. На реализацию. Да. Но вы это делаете совместно с бизнес-заказчиком, с бизнес-подразделением? Мы ничего не делаем без бизнес-подразделений, в принципе. Работа здесь у нас только начинается в части бизнес-процессов. Мы начинаем традиционно с некой методологии и положений о бизнес-моделировании, которым мы привлекаем всех руководителей функциональных блоков, которые отвечают за бизнес-процессы. Но руководители привлекаются, они готовы привлекаться? Да, они привлекаются, потому что они понимают, что рано или поздно та финансово-экономическая ситуация, которая есть на рынке в России, на мировом рынке, она потребует или затянуть пояса, или, возможно, вообще затянуть не только пояса, но быть готовым к серьезному снижению затрат. Мы должны понимать, в каком месте мы можем это сделать. Руководители это понимают, поэтому, конечно, они с удовольствием взаимодействуют. То есть общий язык находить легко. Вот какой должен быть бизнес-руководитель для того, чтобы, ну, по крайней мере, с позиции IT, для того, чтобы быть хорошим партнером для IT-департамента в части реализации проектов по автоматизации? Уметь говорить на языке basic. Ну, идеальный, конечно, руководитель для, руководитель-партнер для IT-директора, это, конечно, человек, который хоть что-то понимает даже не в информационных технологиях, а в бизнес-процессах, который может четко сформулировать, что ему надо. Декомпозировать свои цели в терминах? Нет, декомпозировать уже буду я. Пусть он скажет, что ему надо. И вот я считаю, что мне очень повезло и с нашим высшим топ-менеджментом, и с функциональными руководителями, потому что все четко понимают, куда мы должны идти, какие цели у всех, и как они коррелируют с целями других направлений. И на основе вот этой поставленной задачи мы уже будем декомпозировать и понимать, куда мы движем наши информационные технологии, как те инновации, которые есть на рынке, мы можем приложить к потребностям нашего бизнеса. Ну, то есть, ваша задача не только взаимодействовать. То есть, вот раньше, наверное, IT-департамент взаимодействовал с конкретными бизнес-подразделениями. Сейчас перед вами стоит задача унификации подходов в разных областях, наверное. Я бы не сказал, что такая задача стоит, но... Ну, то есть, корреляция целей различных бизнес-подразделений относительно общего направления стратегии компании. Так и есть. То есть, на первых этапах работы с бизнес-процессами, конечно, помимо выявления основных блоков бизнес-процессов верхнего уровня, выявляются и те KPI, те цели, которым эти бизнес-процессы ведут. И, конечно же, на них и завязываются все бизнес-процессы компании. А вот можно тогда такой вопрос? Смотрите. Если раньше когда-то IT было сервисным подразделением, и к нему было отношение как к сервисному подразделению, ну, например, функционирует электронная почта, работает бухгалтерия, ну и, слава богу, как поломалось, значит, не в порядке. А когда вы начинаете встраиваться в бизнес-процессы, наверное же, и KPI изменились, теперь вы должны тоже нести ответственность за итоговую эффективность. И точно так же возникает вопрос, если неэффективность произошла, то где, в каком месте? Василий, вы удивитесь, но IT так и осталось сервисным подразделением и останется. Потому что, я говорю, что мне повезло, но за годы своей работы в области информационных технологий я достаточно много видел компаний, где от IT не требуется больше, чем быть сервисным подразделением. Да, где есть, где функции по развитию бизнеса выделены в другие блоки, и может быть это действительно логично. В нашем случае, я бы не смешивал мух с котлетами, все-таки IT у нас так и осталось сервисной функцией, а рядом стоит блок бизнес-процессов, который является в конечном итоге для него заказчиком. Здесь вот мы поговорили про бизнес-подразделение, есть, наверное, обратная сторона медали, какой должен быть IT-директор для того, чтобы соответствовать вот этим достаточно новым задачам. Давайте об этом поговорим, но через буквально две минуты, потому что сейчас у нас рекламная пауза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова здравствуйте, продолжаем программу IT-трансформации, ее ведущие Мария Орловская, Василий Богданов. Да, еще раз здравствуйте, друзья, и напоминаю, что у нас в гостях Кирилл Олифанов, директор по бизнес-процессам IT компании ЭОН Россия, это энергогенерация. Можно и так сказать, не только энергогенерация, но и теплогенерация. Да, и теплогенерация, да. Кирилл, роль IT-директора в процессе оптимизации бизнеса энергетической компании, как бы вы ее оценили? Какой должен быть IT-директор для того, чтобы соответствовать тому новому положению, которое сейчас IT-департамент занимает? Ну, роль какова? Роль, конечно же, она высока и глубока. Но я бы хотел отметить, что роль, она меняется все время. Да, если раньше IT-директор это были какие-то железяки и, возможно, там, программирование на C++, то сейчас это должен быть человек, который прекрасно разбирается в бизнесе, то есть у которого должно быть обязательно некое бизнес-образование. Это должен быть человек, который прекрасно разбирается в информационных технологиях, а именно знает о тех инновациях, которые происходят на рынке. И третье, я думаю, что этот человек должен быть очень коммуникабельный, потому что коммуникация – это процентов, наверное, 70 работы IT-директора. Коммуникации как внутренние, так и внешние? Совершенно верно, да, совершенно верно. Как внутренние, так и внешние, как с представителями бизнес-заказчика, так и, возможно, с коллегами, которые могут подсказать и рассказать о своих каких-то best practices. А вот скажите, в связи с этим, значит, если раньше, ну, как вот вы и сами косвенно упомянули, взаимоотношение носило такой характер, что приходил в бизнес и говорил, там, Кирилл, мне нужно там решить вот такую задачу. И Кирилл бежал, покупал там сервера, не знаю, там, нанимал программистов, все такое. Вот сейчас, если вы начали разбираться в бизнес-процессах, там, как закупается топливо, там, как функционируют турбины, там, да, сколько, как функционирует рынок электроэнергии и прочее, происходит ли, что вы становитесь, ну, хотя бы иногда инициатором каких-то инноваций? Вы приходите, теперь уже не они к вам, а теперь вы к ним приходите и говорите, слушайте, вообще-то в мире уже существуют в IT там такие-то штуки, вот если их сюда вот применить к тому, что вы сейчас делаете, то можно там на 2% уменьшить издержки и в 3 раза увеличить скорость там того-то. Вы все правильно говорите, Василий, в последнее время все чаще и чаще происходит именно таким образом, что IT, зная о новинках на рынке, оно и выступает инициатором. Здесь, конечно, есть некий вопрос, что было первично, потребность или предложение, да, то есть пока Стив Джобс не изобрел айфон, никто не знал, что нужно вот такая вот штучка красивая. Да, что без него нельзя жить, совершенно верно. Так и здесь, понимаете, не всегда понятно, те решения, которые прилагают вендоры и интеграторы, они являются неким откликом на потребность бизнеса или формализации IT, или это действительно некие инновации. Идеи, которые формируют новую потребность. Да, да, совершенно верно. То есть вот все вот эти новинки в виде виртуализации, облачных технологий, они же на самом деле не новинки, они достаточно давно на рынке уже, но их завернули в красивую обертку, сделали красивый маркетинг. У меня весь топ-менеджмент понимает, что такое облака и виртуализация, и когда я презентовал свою стратегию, они не могли дождаться, говорят, Кирилл, ну а где же про облака? Да, да, да. И я на самом деле очень рад этому. А если говорить про облака, переходите на них? Переходим. С точки зрения аутсорсинга такая модель имеет место в плане вашего развития? Мы не пионеры в данном направлении, в России, да, все-таки мы, мне кажется, в России облакам пока еще не очень доверяют, особенно если говорить про внешние облака. У нас есть опыт, когда мы строим собственные внутренние частные облака, потому что мы, конечно же, пытаемся оптимизировать то количество серверов, железа, которые у нас есть, и использовать их максимально эффективно, позволить бизнесу масштабировать те решения, которые этого требуют. Но говорить о том, что мы очень торопимся, я не могу, потому что все-таки и у бизнеса нет готовности доверить какие-то важные ключевые системы, процессы внешнему провайдеру. Более того, мне кажется, что провайдеры сами боятся этого. Когда вы, это если говорить о публичных облаках. А вот здесь, кстати, наверное, интересно было бы сравнить, вы хоть и российская компания, но ваша материнская компания немецкая, есть ли какие-то стандарты, которые внедряются по всему миру? И если, наверное, у вас есть возможность сравнить то, как IT реализуется там и здесь, есть разница? Конечно, разница есть. И я могу сказать, что европейский рынок и американский, они несколько ушли вперед от нас, как в части технологий, так и в части их реализации. Этому способствует как законодательство, так и, возможно, некий уровень зрелости бизнеса. Конечно, наши европейские коллеги, они достаточно полно используют весь спектр новинок, инноваций, потому что кому как не нам быть на, так сказать, гребне волны. Наши европейские коллеги, они в прошлом году или позапрошлом полностью перешли на аутсорсинг первой, второй, третьей линии на одного из крупнейших европейских провайдеров. Это что такое первая, вторая, третья линия? Первая, вторая, третья линия – это поддержка пользователей, поддержка приложений, поддержка на уровне инфраструктурных, глубоких каких-то вещей. И получилось, с одной стороны, хорошо, то есть для топ-менеджмента очень серьезный экономический эффект. А с другой стороны, качество стало другим. Оно стало, возможно, измеряться более тщательно. И на основе этого стало… Более формально. Да, может быть, стало похуже. Но в целом, я знаю, что далеко не все рады таким переходам. То есть пользователям менее удобно? Пользователям менее удобно, потому что они работают в жесткой формализованной среде. Я участвовал в аналогичном процессе, когда компания переходила на внутренний аутсорс, когда всех айтишников 90% вывели во внутреннюю компанию, это было в России. И здесь я тоже могу отметить, что для пользователей первое время, первое очень длительное время – это тяжело. Это больно и не больно. Потому что нельзя сформулировать вопрос к поддержке. Что-то у меня здесь не так. Да можно, в принципе, сформулировать. Проблема в том, что очень тяжело педалировать. Так как провайдер старается экономить, естественно, ресурс ограничен. И когда происходят какие-то критические ситуации, которые невозможно прописать в СЛА, вот в эти моменты начинается эскалирование сразу очень-очень высоко. И только в этом случае ситуации решаются. А аутсорсинг приложений делают? Аутсорсинг приложений, да. Я знаю, что делаются некие шаги в этом направлении. Но, опять же, я повторюсь, что ключевые системы все-таки мы не аутсорсим. Вы оставляете внутри. Вы говорите, когда вы говорили про сервисный аутсорсинг, вы говорили про немецких коллег. То есть в России пока вы этого не делаете? В России пока мы. А планы есть? Планы есть. Как только бизнес дозреет, как только меня убедят провайдеры, что они готовы это принять на определенном уровне сервиса, на определенном уровне качества и гарантии, то я со своей стороны, конечно, буду убеждать в этом бизнес. Я буду показывать экономический эффект. А у нас на рынке, как вы считаете, есть сервис-провайдеры, которые готовы таким компаниям, как ваша, обеспечить соответствующий уровень сервиса? Они говорят, что есть. Я пока в это не верю. Пока меня убедить в этом не удалось. То есть те вопросы, которые я задаю, и те заминки, при ответе на которых я вижу, это говорит мне о том, что компании пока не готовы на 100% отвечать за нашу систему. Смотрите, любой новый путь все равно невозможен без каких-то там ошибок и поворотов, и разворотов. А вот все-таки вы считаете в целом, туда есть, ну как бы, вот все равно все придет к тому, что основные все бизнес-процессы будут аутсорсоваться, или все-таки нет? Ну, вы имеете в виду айтишные? Айтишные, конечно, да. Я думаю, что все к этому идет. Но придет ли это вопрос? Потому что, как известно, история нам показывает, что маятник все время то в одну, то в другую сторону ходит. Поэтому сейчас все идут в аутсорс. Возможно, в какой-то момент все поймут, что лучше им иметь экспертизу внутри. Да, потому что у меня сейчас в компании тоже идут разговоры о том, что численность айти высоковато, надо ее сокращать. Количество систем при этом растет, потребности повышаются, а количество айти нужно сокращать. Вот в этой, казалось бы, нелогичной ситуации я могу предложить бизнесу только вывести... Ну, какую-то часть процессов, да? Ну, большую часть, да, и оставить только службу заказчика и кураторов договоров. При этом мы полностью потеряем внутреннюю экспертизу. А вот конкурентное преимущество, которое рождается из вот этой внутренней экспертизы, оно как? Ведь если поставщик решений один, он ведь все применяют одни и те же технологии, да? Все опирают на одну и ту же аналитику, да? Да, да. Ну, облако, ладно, но еще, может быть, там разделены как-то там, да, пусть виртуально. Вот, тогда это хорошо или плохо? Ну, на мой взгляд, конкурентные преимущества теряются, если мы говорим о постоянной унификации везде, во всех компаниях. Но при этом экономический эффект, который дает вот это сокращение и переход, да, оно желательно отойти. Другим способом реализовать это невозможно. Ну, то есть, наверное, истина в каком-то балансе таких приложений, общих приложений, да, которые кардинально не влияют на прямую эффективность. На аутсорсе. Здесь очень спорно. То есть, вот у нас там был случай, когда наш сайт, который полностью был в аутсорсе, он взял и пропал. И подрядчик не смог обеспечить восстановление сайта в течение пяти дней. Ого. А это вот вопрос незрелости подрядчиков. Это вопрос, да, да. Да, они извинялись, да, они нам компенсировали это каким-то образом, но... Два сайта сделали. Бизнес, для бизнеса от этого не легче. И хорошо, что не было необходимости в этот момент вывешивать какие-то корпоративные данные, а то были бы штрафы какие-то, которые мы были бы вынуждены перевыставлять. Это еще хорошо, что у вас такое нет конечного потребителя массового, и сайт не является площадкой продаж интернет-магазином. А то вообще тогда убытки. Так-то у нас есть потребители, конечно, их не очень много, но в этом случае они не на нашем сайте. Ну, то есть здесь, наверное, еще вопрос в том, готовы ли сервис-провайдеры компенсировать, ну, на уровне СЛА прописывать там, компенсировать упущенную выгоду таким компаниям, как ваш, и какого размера тогда эти сервис-провайдеры с точки зрения объема операций должны быть для того, чтобы реально иметь возможность это сделать. Так и есть. Ну, это всегда, Маш, это всегда сложный вопрос, потому что, ну, хорошо, допустим, такое случилось, а есть ли какие-то гарантии, что этого могло бы не случиться, если бы занимались этим штатными сотрудники? Да все равно могло бы, все равно такое бывает. Ну что, это бывает и когда на аутсорсе, и будет когда в инсорсе. И при этом, если ты с внешней компанией хоть какую-то компенсацию можешь получить, все-таки это юрлицо с оборотами, с прибылью, а что ты со своего сотрудника? Только уволить, уволить, лишить времени. Что, поругать его? Лишить сладко. И тоже нельзя не задать вопрос про bring your own device. Пользуются ваши сотрудники мобильными приложениями, ну, в смысле, мобильными клиентами к существующим приложениям? Ну, это вот опять тот же красивый фантик, да, в который заворачивают это давно существующие технологии, когда пользователи на своих устройствах получают доступ к корпоративным приложениям. Фактически, да. То есть основные приложения в виде почты, в виде какой-то там... Доступно, удаленно. Да, это все доступно, удаленно. Мы не очень стремимся выводить наружу доступ к остальным корпоративным системам по причинам информационной безопасности. Потому что угрозы в этом направлении в последнее время достаточно сильно растут. Сто процентной уверенности того, что мы можем обеспечить серьезную защиту и все предусмотреть, у меня нет. Поэтому я не готов рисковать. Более того, если говорить о защите сетей АСУТП, технологических процессов, то это вообще колоссальные риски. То есть были случаи, когда, по-моему, в начале года в Америке был простой электростанции в течение двух недель из-за вируса. Это же колоссальные убытки. Более того, это колоссальная проблема для экономики страны. Мы обеспечиваем перерабатывающие производственные предприятия. Конечно, конечно. Это вот к тому же к предыдущим вопросу. Даже если в интернет-магазине день не работал сайт, но это убытки, но это не катастрофа. А если вдруг прекратилось производство электроэнергии, то это вообще-то локальная катастрофа. Кирилл, наша программа подходит к концу. Что бы вы сказали нашим телезрителям о том, как будет выглядеть рынок IT в энергетике, если мы встретимся здесь через 2-3 года? С удовольствием готов встретиться даже раньше. Я уверен, что рынок IT в энергетике развивается достаточно быстрыми темпами. И через 2-3 года, я уверен, что он может быть одним из примеров того, насколько эффективно IT может быть для бизнеса. То есть я надеюсь, что через 2-3 года... Именно в отрасли энергетической. Именно в отрасли энергетической. Если считаете, наиболее вероятно, что это будет программация. Я не считаю, что она, конечно, у нас впереди всей планеты в части ИТ. Но с точки зрения зрелости бизнеса и каких-то совместных движений с ИТ, с оптимизацией в части бизнес-процессов, энергетика может быть примером. Интересно. Посмотрим через 2-3 года, как хочется в это верить, во всяком случае. В эфире была программа IT-трансформация. В гостях у нас был Кирилл Алифанов и ведущие Мария Орловская и Василий Богданов. Да, до свидания, друзья. До свидания, до новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok